Эта проблема далеко не нова, но от этого не становится проще. Печальная статистика гласит, на жителей Мордовии продолжают набрасываться бродячие собаки. Страдают и взрослые, и дети. Но людей нападают и в селах, и в городах. Последний резонансный случай произошел в райцентре Качкурова. Безнадзорное животное атаковало ребенка в парке культуры и отдыха. Установлено, что 11 июня текущего года в селе Качкурово 9-летний мальчик возвращался домой через парк культуры и отдыха, где подвергся нападению собаки, не имеющей владельца. В результате чего получил травмы в виде укушенных ран голени и левой ноги. Данная ситуация возникла по причине непринятия администрации Качкуровского муниципального района своевременного комплекса мер, направленных на отлов безнадзорных животных на территории района. Мать пострадавшего ребенка обратилась в местную прокуратуру. Она, как и многие другие родители, неоднократно говорили о проблеме бродячих собак, о своих страхах за здоровье детей. Стаи безнадзорных животных вполне комфортно себя чувствуют совсем рядом со школами. Простые окрики взрослых и попытки их прогнать встречают или равнодушно, или угрожающим рычанием. Согласно требованиям законодательства, полномочия по организации отлова животных безладельцев возложены на органы местного самоуправления. С целью защиты прав несовершеннолетнего прокурорам района в суд направлено исковое заявление о взыскании с администрацией муниципального района морального вреда, причиненного ребенку укусом собаки, в размере 50 тысяч рублей. Судом исковые требования прокурора удовлетворены частично, в размере 25 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района. Для Мордовии это далеко не первый случай, когда суды обязывают местные администрации выплачивать компенсацию морального вреда пострадавшим от укусов людям. В том же Качкуртском районе был похожий случай в поселке Красномайский. Там также на мальчика напала собака. Он получил травмы в виде укушенных ран правой ноги. Суд присудил выплатить его семье 25 тысяч рублей. С администрации Чамзинского района взяли 30 тысяч рублей за нападение собаки на местного жителя. 40 тысяч рублей получили родители 11-летней девочки в Розаевке. Иски в суды идут один за одним. Однако проблему это не решает, а лишь частично компенсирует моральные страдания покусанных людей. И уж совсем никак не избавляет от страха перед собаками. Евгений Волков, Наши новости.